добрый вечер всем подписчикам и зрителям моего канала одесса 22 февраля 2023 года какая ситуация в одессе со светом забегая наперед хочу сказать сразу что сегодня за сегодняшний день лично у меня свет не отключали вообще значит но вчера у нас ухудшились погодные условия и значит вчера вечером сообщали о том что из-за непогоды в одесской области были возможны аварийные отключения света вчера если не ошибаюсь свет отключали на несколько часов на днем еще в одесской области ухудшились погодные условия в результате чего начались аварийные отключения света на вчерашний вечер без электроэнергии осталось 24 населенных пункта области это примерно 17 тысяч семей больше всего пострадали измаильский подольский и центральные регионы из-за дождя сильного ветра в нашей области падали деревья что приводит что приводило вернее к обрыву проводов сегодня днем поступила информация о том что самая сложная ситуация со светом в одесском районе из-за непогоды энергетики все продолжают работать чтобы вернуть свет в дома в течение ночи свет вернули для 16 тысяч семей в 16 населенных пунктах обесточенных из-за непогоды уже отремонтировали три линии это позволило запитать 63 трансформаторные подстанции вышедшие из строя из-за непогоды по состоянию на 12.00 обесточенными остается еще одна тысяча домов в восьми населенных пунктах но самая сложная ситуация в одесском районе сегодня погода была шикарная сильного ветра не было вот поэтому как бы информация о том что падали деревья там или происходили какие-то ситуации не поступало и значит тут уже ближе к вечеру поступила информация о том что дтек ликвидировал последствия непогоды в одесской области удалось вернуть свет в 50 населенных пунктах одесской области по состоянию на 18.00 все в нашей области со светом я не понял единства момента значит в последнем сообщении сообщает о том что в 50 населенных пунктах одесской области удалось вернуть свет. А вчера вечером сообщалось о том, что без электроэнергии осталось 24 населенных пункта. То есть сначала было 24 населенных пункта без электроэнергии, но свет вернули в 50 населенных пунктов, то есть в два раза больше. Где-то тут что-то, какая-то нестыковка происходит. Но не будем внедряться в эти математические подсчеты. Главное, что свет есть и это уже хорошо. В Одессе все спокойно. Я на связи. Как будет появляться информация, сразу же буду сообщать. Друзья, будьте предельно бдительными. Я вас очень прошу. Сегодняшняя ночь, завтрашний день, послезавтрашняя ночь и 24 числа день, как по мне, так это максимально такие, скажем так, напряженные дни и ночи будут. Как будут развиваться события, что будет происходить, неизвестно. Поэтому огромная просьба, будьте бдительными и не расслабляйтесь. Не расслабляйтесь, реагируйте обязательно на сигналы воздушной тревоги, потому что все может повториться, как ровно было год назад. То есть в 4 утра начнутся обстрелы городов и пошло-поехало. Ладно, всем хорошего вечера, мирного неба, спокойной ночи. До встречи, пока.